Здравствуйте! В эфире программа «Медицина 21 века». Новости и полезная информация о здоровье и красоте. Как жить с диабетом, сведя к минимуму проявления болезни. Полезным навыкам обучат в школе здоровья. В Роспотребнадзоре перечислили безопасные для купания пляжи. Какие продукты, кроме воды, помогут утолить жажду в жару, рассказал ведущий эксперт НИИ эпидемиологии. Смотрим новости медицины. Как жить с сахарным диабетом, сведя к минимуму проявления болезни. Не допустить ухудшения состояния, научиться контролировать сахар в крови. В медучреждениях Приморья открылись 16 школ для пациентов с сахарным диабетом. Здесь будут обучать этим и другим полезным навыкам. Работа с приморцами, имеющими эндокринологический диагноз, ведется как во взрослых, так и в детских поликлиниках. Во Владивостоке это поликлиники номер 1, 3, 6 и 9, стационары поликлиника крайбольницы номер 2 и РЖД медицина. Напомним также, что вовремя выявить сахарный диабет у детей и взрослых позволяют диспансеризация и профосмотры. Перечень специализированных продуктов лечебного питания для российских детей с инвалидностью теперь будет обновляться не один, а два раза в год. Такое постановление подписал премьер-министр Мишустин. Это значит, что новые виды продуктов лечебного питания, необходимые детям с тяжелыми заболеваниями, будут попадать в список, а потом и к детям в два раза быстрее. Сейчас в этом списке более 100 наименований. Они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Купальный сезон во Владивостоке официально стартовал 15 июня. В большинстве других районов края с 1 июля, а на севере края с 15 июля. Названы и безопасные пляжи края. Так, на территории Владивостока специалисты Роспотребнадзора, по данным многолетнего мониторинга качества морской воды, рекомендовали использовать для купания следующие акватории. На острове Попов – бухты Пограничная и Старка, на русском – воевода Аякс, Чернышова, Вятлина, Охлестышева, Парис и также остров Рейники. Полный список приморских территорий, где качество морской воды и поверхностных водоемов отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора. Жару утолить жажду поможет не только вода, а и фрукты, овощи. Ведущий эксперт НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, какие. Летнее меню просто обязана подвинуть до осени зимний рацион – мясо, рис и другие крупы, консервацию, сныки. Жаркую погоду они притягивают воду к себе и пить хочется сильнее. Лучше всего помогает против обезвоживания овощей – сельдерей, томаты, огурцы, редис, салат-айсберг, кабачки. Фрукты и ягоды летом тоже хороши. Их можно есть просто так и миксовать с овощами в салатах, добавлять в йогурты, готовить летние гарниры и даже супчики. Про арбузы и дыни эксперт отметила, что в них, конечно, очень много воды, но хватает и сахара. Поэтому не переборщите, чтобы потом жажда не застала вас врасплох с новой силой. Лето в самом разгаре. И, конечно, приморцы стараются не упустить момент и волю насладиться солнцем, морем, отдыхом. Дело, разумеется, хорошее. Небольшие дозы солнечного излучения полезны, поскольку играют важную роль в выработке витамина D. Но именно небольшие. Согласно последним данным во всем мире, включая и Россию, наш приморский край, рак кожи вышел на первое место по онкозаболеваемости. И мировое медицинское сообщество уверено, главная причина – это воздействие ультрафиолетового излучения солнца. Но, казалось бы, Приморье – не какая-то жаркая страна. Мы не так много загораем, да и не все это любят. Но тогда почему? Честно говоря, я была удивлена такой статистикой. И за ответами отправилась в приморский онкологический диспансер. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, когда я готовилась к нашей передаче, я читала статистику, и сначала мне попадается информация, что рак кожи в Приморском крае занимает второе место, а потом уже какая-то более уточненная, что ли, информация, что, оказывается, рак кожи не только в Приморье, но и в России вышел на первое место. Как такое может быть? Это правда? Да, это правда. Скажу больше, что рак кожи занимает первое место во всем мире, а не только в нашей стране или в нашем регионе. Почему? Потому что кожа – это тот орган, который имеет достаточно большую площадь и встречает не только внутренние факторы каких-то воспалительных изменений, но и внешний фактор – физические, химические. Ну, как вот вы считаете все-таки, какие причины такой ситуации? Я читала в одном труде, что рак кожи может быть как фильтр или как показатель экологической неблагополучия определенной территории. Ну, можно сказать и да, и нет. Почему? Потому что, прежде всего, это солнечная инсоляция. У нас в мире очень много развитых, индустриально развитых стран, много промышленности, литейных заводов, химических заводов, которые, собственно, нарушают озоновый слой. И солнечная инсоляция подвергает кожу вот таким хроническим воспалительным изменениям, которые последующие переходят в рак кожи, злокачественные опухоли. Ну, вот мне кажется, у людей есть такое, какое-то такое, может быть, общее представление, рак кожи – это солнце, перезагорал. Но на самом же деле это имеет место быть, ну, наверное, не основной фактор, да? Ну, я думаю, что один из основных факторов. Почему? Потому что ультрафиолет, солнечная инсоляция, она повреждает структуру клетки. Мы все хотим быть красивыми, и с детства у нас родители, пускай, позагорает, витаминчик, да? Но на самом деле это разрушает кожу. И поэтому со временем раки кожи – это в основном заболевание после 50 лет. Там базально-клеточные раки, плоскоклеточные раки, за счет этого идет прирост. Конечно, и в молодом возрасте встречаются. Кстати, я слышала такое утверждение врача-дерматолога, что вот когда человек сгорает, кожа повреждается на клеточном уровне. И клетка это запоминает. И она может потом, ну, вот как бы результат выйти и через 10, и даже через 20 лет. Может быть, я соглашусь, но отчасти, опять же. Почему? Потому что у каждого человека есть кожа вырабатывает меланин. Это пигмент такой, который отвечает за цвет кожи. Так вот, при солнечном инсоляции, при действии ультрафиолета на кожу, нарушается механизм выработки этого меланина. Конечно, человек может обгореть раз, два, три. И в дальнейшем, через несколько десятков лет, конечно, может появиться излокачественная опухоль. Потому что опухоль возникает не мгновенно. Это многоступенчатый процесс формирования той или иной патологии. Поэтому, чтобы возникла опухоль, нужно много факторов. Ну да, вот я не думаю, что ваши пациенты – это люди, которые там на пляже нежатся. Тем более, ну, Приморский край, у нас солнце-то, ну, сколько? Ну, три месяца в году. Да, но вот это самое страшное. Потому что, когда три месяца в году люди обгорают, сгорают, потом идут в солярии, хотят быть темными. И, к сожалению, это приводит к плачевным последствиям. А правда нет, что солярии еще более опасны, вопреки рекламе и каким-то мнению салонов, их призывам, что это все безопасно? Конечно, это рекламный ход, что это безопасно все, крема. На самом деле, когда человек загорает на природе, у нас есть все-таки хоть какой, но есть озоновый слой. Он защищает нас от прямого ультрафиолета. Когда человек находится в солярии, непосредственно идет прямое воздействие на кожу. И очень маленькое расстояние от источника излучения до кожи. И идет структурные изменения. И, к сожалению, женщины, которые часто загорают. Британские исследования было недавно, в 21-22 году. На 20-30% увеличивается заболевание злокачественной кожи те люди, которые находятся в солярии. Среди ваших пациентов есть такие? Да, несколько лет назад у меня была на приеме девушка молодая. Она очень любила солярий. Она ходила туда постоянно, регулярно. И она пользовалась защитными кремами. К сожалению, там прошло какое-то время, у нее возникла меланома кожи спины. Ну, благополучно там все обошлось. Там первая стадия была, ранняя стадия. Вовремя она увидела, мы среагировали. И пациентка жива до сих пор. И она в корне поменяла свое мнение. Николай Николаевич, ну, какие все-таки более конкретно злокачественные образования кожи встречаются, да? Расскажите, какие чаще и почему? Прежде всего, это базально-клеточный рак кожи. Это относительно, так скажем, злокачественная опухоль. Почему? Потому что этот рак кожи никогда не дает метастазы в отдаленные органы. И смертности от него фактически нет. Почему? Потому что, ну, структура опухоли такова. Она поражает только эпидермальный слой кожи. Верхний. Верхний, да. Она может прорастать даже в кость. Но она, настолько клетки ее стабильны, что не проникают в сосудистое русло и не разносятся по организму. Конечно, бывают первично-множественные базальомы, это множественные очагов. Но это не является метастазами. Можно ли сказать, что эта опухоль, ну, самая безопасная? Да, да. Эта опухоль самая безопасная и в основном она встречается у пожилых людей. Базально-клеточный рак. Базально-клеточный рак. Следующий что? Второй – это плоскоклеточный рак кожи. Данный вид опухоли уже относится к таким опухолям, которые могут давать метастазы. Прежде всего, это в регионарные лимфатические узлы. И, ну, имеют место быть и отдаленные метастазы. Это легкие, печень, кости. Но это тоже очень редко. Почему? Потому что опухоль достаточно стабильна. Редко метастазы бывают? Да, достаточно редко метастазы. Но они бывают. Почему? Потому что, если человек не обращается, опухоль прорастает в крупные сосуды и уже имеет место быть метастазы. Ну, прежде всего, метастазы в регионарные лимфатические узлы. Но это же, наверное, если и происходит, то не очень быстро. Да, это нужно достаточно много лет. Пять, семь, восемь лет, чтобы это возникло. То есть, в принципе, человек, если внимательно относится, он это увидит и может все профилактировать, скажем. Да, безусловно. Но мы позже поговорим, и вы нам расскажете, на какие вещи надо обращать внимание на своем теле. Вот. Так, это был плоскоклеточный рак. Следующее что? Следующее, ну, раньше мы ее называли королева опухолей меланома. Самая непредсказуемая опухоль – это опухоль из меланоцитов. К сожалению, раньше смертность ее была фактически 80%. Эта опухоль не отвечает ни на какие-то терапевтические препараты. Она какая-то агрессивная очень, да? Это очень агрессивная опухоль. Она очень нестабильная. Клетки нестабильные. Дают метастазы в различные органы, кости, мозг. И ее достаточно сложно удержать. Недавно совсем, ну, как недавно, лет 10 назад, ученые в Японии открыли механизм воздействия на эту опухоль. И сейчас, ну, сказать, что это королева опухолей, наверное, уже нельзя. То есть они открыли механизм лечения, терапии, да? Да. Да, так называемые ингибиторы иммуноконтрольных точек. Это уже современные методы лечения иммуноонкологии. Когда препарат, который вводится в организм, сам не влияет, на опухоль, показывает нашим клеткам иммунные системы, где опухоль. И сам организм убивает эту опухоль. У нас так лечат тоже? 200%. Кто находится в группе риска? Поподробнее. Группа риска, ну, это прежде всего возраст после 50, когда идет старение кожи, увядание кожи. Ну, так природой задумано. Люди, которые работают на вредных производствах, на промышленности, шахтеры, у которых есть, например, прямое воздействие там с каким-то угольными факторами, либо там с радиоактивными препаратами. Это прежде всего люди, которые работают на химических производствах. Вот на химических производствах, вот интересно, или там угольная промышленность. За счет чего? За то, что там вот пыль мельчайшая, она в кожу внедряется, либо это дыхательные органы поражаются. Вот какой здесь взаимосвязь? Ну, это дыхательные, прежде всего, органы. Если говорить про группу риска вообще онкологических заболеваний, конечно же, это страдают все, например, на угольных предприятиях. А вот этот мелкодисперсный уголь, который попадает в трахе бронхиальное дерево, он откладывается. Есть профессиональные заболевания, которые со временем, через лет 10-20, приводят к злокачественному образованию. Постоянная травматизация ткани, кожи, клеток. И это все приводит к злокачественному образованию. Потому что люди работают не год, не два на этом производятся, много лет. И, к сожалению, уже к возрасту в 60-70 лет уже возникает та или иная патология. Люди, которые очень любят загорать в солярии или вообще постоянно летом ходят в открытой одежде и имеют первый фенотип кожи, да, светлый, или рыжеволосый мужчин и женщин, конечно, это огромная группа риска. Вы сказали, что все эти риски повышаются с возрастом, да, раков кожи. Да, да. Значит ли это, что с возрастом, вот наша кожа, одна из ее функций, это защитная, да, то есть она теряет эту функцию и становится более уязвима? Да, в коже очень много клетки, они сами по себе, на них есть рецепторы. Во всех клетках, в коже также. И за счет этих рецепторов клетка ощущает себя вокруг пространства. Ну, как она себя, общается с другими клетками. А ультрафиолет и с возрастом клетка теряет, теряет эти функции, теряет коллаген. И она изменяет. Сначала идет хроническое воспаление, потом идет разрушение цитоплазмы, структуры клетки. Происходят мутации, и клетка становится нестабильна. И уже из доброкачественной клетки эта клетка становится злокачественной. А мы можем как-то помочь нашей коже? Да, безусловно, это уход за кожей. Раньше, как говорили, что вот только женщины могут принимать крема. Это все так нельзя делать. Мужчина тоже должен это пользоваться кремом, увлажнять кожу, чтобы продлить молодость нашей кожи и молодость себе. Это ежедневный уход за кожей, это защищать себя от ультрафиолета. Отсутствие ожогов, это поможет нашей коже быть свежей и красивой. Николай Николаевич, но получается, что да, там с возрастом коллагена меньше становится, кожа уязвимее. А дети, они тоже, у них наоборот еще, наверное, не все функции кожи, скажем, включены, особенно у маленьких. Получается, что они тоже в большой группе риска? Ну, я думаю, что мама понимает всю серьезность и ответственность данной проблемы в плане того, что, ну, они загорают, дети, но там буквально 2-3 минутки, и сразу идут одежду, надевают на ребенка. Но я так думаю, что, конечно, детей нужно уход кожи с раннего возраста, с младенческого возраста должен быть. И загорать детям вообще нельзя. Кожа должна формироваться правильно. Вот потом мы смотрим, почему у многих молодых людей, у женщин, у мужчин, много вот пигментных невусов. А оказывается, что в молодости очень любило загорать. Правда, нет, что родинки, которые выступают над кожей, лучше удалять, чтобы не травмировать, потому что травматизация может привести к не очень хорошим процессам. Но сейчас лето, и люди, если не успели это вовремя сделать, и у них есть такие родинки, то во избежание каких-то тяжелых последствий их можно заклеивать лейкопластырем, ну, так, чтобы не повредить там. Ну, да, я думаю, это как первая помощь, да, но в дальнейшем эти образования надо убирать. Почему? Потому что, ну, с первого раза после травмы, конечно, ничего не будет, но в дальнейшем это те места, где постоянно идет какая-то физическая нагрузка, повышается травматизация, и хроническая травматизация того или иного доброкачественного образования приводит к образованию злокачественного процесса. Ну, то есть мужчины вот бывают периодически, когда бреются, если есть вот такие невусы, родинки могут травмировать. Вы встречали таких пациентов? Да, конечно, мужчины, которые, ну, на лице есть пигментные невусы, постоянно бреются, травмируют, там, к сожалению, возникают злокачественные опухоли, и эти пациенты приходят к нам. Все это надо убирать? Обязательно. Расскажите про проявления и симптомы заболеваний. Вот мы поговорили про базалиому, плоскоклеточный рак и меланому. Вот по каждому заболеванию, скажите, оно может как-то проявляться? Что человек может увидеть, заметить? Если брать базально-клеточный рак кожи, конечно же, человек это все видит. Если это руки, там, ноги, бедра. Ну, бывает те места, например, там, кожа задней поверхности шеи. Ну, как он ее видит? Что мы часто смотрим на эту область? Конечно же, нет. А те области, которые мы можем увидеть, человек сразу понимает, что что-то так, не так с кожей. Есть эти образования. Есть какое-то хроническое воспаление по крастине, которое не заживает. А есть какой-то экзофитный рост, то есть это образование растет над поверхностью кожи. Это мы говорим про базально-клеточный рак кожи. Идет изъязвление, постоянное, возможно, какие-то незначительные кровотечения, язвы с такими сподрытыми краями, так мы их называем, кратвообразные. Эти изменения человек не может не заметить. То есть это все-таки видно. А смотрите, когда вот он замечает, это говорит о том, что уже какая-то такая стадия, раз он заметил? Или это может быть все-таки самое начало? Стадии определяет врач-онколог. Базально-клеточная рак кожи, как я говорил выше, никогда не дает отдаленных метастазов и метастазов регионарно-лимфатические узлы. Плоскоклеточные как проявляются? Плоскоклеточные, они очень похожи. Они клинически очень похожи. И только врач-патолог, патологоанатом, который возьмет материал и в микроскоп посмотрит, может определить эти клетки и отличить, с каким конкретно раком мы имеем дело. Меланома. Она отдельно от этих раков стоит, самостоятельно. Эта опухоль в основном образуется после пигментных небусов. Это темно-коричневая, черная, с неровными, нечеткими контурами образования. Человек может ощущать зуд, болевой синдром. Если есть метастазы, то человек может обнаружить увеличенные лимфатические узлы. Образование может изъязвляться, то есть появление на поверхности язвы. И вокруг этого образования могут возникать так называемые сателлиты. Это такие спутники меланомы, которые вокруг. Это, можно сказать, внутридермальные метастазы. Их не видно человеку. Они бывают подкожно, их не видно. Только на ощупь можно определить, что какой-то узелочек. Либо это с поражением уже придатков кожи. Как вообще вовремя все это выявить? Как не пропустить, прийти? Я всегда с ним пациентам говорю, что касается раков кожи, меланом. Всегда осматривать себя. Ну, там, хотя бы ежемесячно смотреть, нет ли у тебя каких-то образований, которые... Вдруг появились? Вдруг появились. Или которые ранее были, но сейчас как-то стали активно расти. Даже я смотрю за своей кожей более пристально. Почему? Потому что я понимаю, какие могут быть проблемы. Поэтому прежде всего это профилактика, это профилактика, это дисциплина. Само пациента, чтобы наблюдать за этим. Как проводится диагностика? Какие методы? Диагностика раков кожи. Ну, у нас есть, прежде всего, это дерматоскопия. Врачи-дерматологи определяют подозрительные какие-то образования и направляют уже к врачам-онкологам. Самым главным методом является гистология, либо цитология. И непосредственно консультация самого врача-онколога, который постоянно видит эти образования. Расскажите, пожалуйста, про лечение, ну и потом про прогноз поговорим. Что касается заболеваний кожи злокачественных, ну если взять базально-клеточный рак, обычно это делается хирургическим путем. Истекается человек, да, обычный хирург даже в оболзорных условиях может исечь это в пределах, понятно, здоровых тканей и забыть про эту опухоль. Но в любом случае нужно направлять к врачам-онкологам, приморский кровоонкологический диспансер, чтобы врач-онколог именно посмотрел удаленный материал, гистологию и принял решение. Но, насколько я знаю, даже врачи там частной практики, они удаляя какое-то образование, его отправляют на гистологию. Обязательно. Это закон такой, да? Да, это закон. Что касается образования кожи лица, угла глаза, спинки носа, где существует дефицит ткани и нет подкожно-жировой клетчатки, где иссечение может просто привести, это натяжения различные и косметические дефекты. Поэтому в нашем диспансерии онкологическом применяется фотодинамическая терапия и рентген-терапия. Это какие виды опухоли так лечатся? Базально-клеточный рак кожи и плоскоклеточный рак кожи. Какой вообще прогноз? 99% благоприятно при базальомах. Почему? Ну, если мы не говорим о каких-то обширных опухолях. Бывает, конечно, приезжают люди из каких-то деревень, когда поражена фактически вся волосистая часть головы. И, конечно, там живого места нет, и там даже невозможно пластику сделать. Но в основном это базальомы, бывает после рентген-терапии рецидивы опухоли, но крайне редко. Ну, с рецидивами мы также справляемся, там, фотодинамической терапией, либо рентген-терапией, либо лучевой терапией, гамма-облучением. И про меланомы? Как я говорил ранее, очень агрессивная опухоль, поэтому комплексный подход. Если это первая поверхностная стадия, мы определяем уровень инвазии по Кларку, это автор такой, который оценивает уровень поражения слоев кожи. И также, самое главное, толщина самой опухоли. По Брислову, вот, и если она более 8 мм, 0,8 мм, то мы иссякаем эту опухоль и проводим уже вторым этапом БСЛУ. Это называется биопсия сигнального лимфатического узла. Мы вводим радиофарм препарат, который накапливается в первом лимфатическом узле и иссякаем этот лимфатический узел. И если в этом лимфатическом узле уже есть микрометастазы, которые на УЗИ не видно, то, соответственно, мы идем уже на более радикальную операцию, когда удаляем лимфатический коллектор этой области. Проводим молекулярно-генетическое исследование, выявляем драйверные мутации. И при выявлении драйверных мутаций пациенту показана таргетная терапия. Это прицельная терапия. В ней меньше всего побочных эффектов. Спустя первую неделю приема данных препаратов были случаи, когда мы видели полностью исчезновение метастазов в легких, например, либо в печени. Есть еще иммунотерапия, ингибиторы иммунных контрольных точек. Большую часть меланомы, так скажем, львиную долю, мы можем помочь пациентам. И эти пациенты живут долго. И даже на форумах ученые уже мы стали так говорить о том, что даже четвертая стадия меланома люди более 10 лет живут. Это большая удача и большой успех. Мировой науки и врачей-онкологов. Правильно ли я понимаю, чтобы наши зрители тоже это поняли для себя, что если вам что-то не нравится на коже, пугает, и вам нужна консультация онколога, вы не можете сразу попасть на прием в онкодиспансер или даже в ЦАОП, Центр амбулаторной онкологической помощи, не посетив в поликлинике терапевта, хирурга, онколога. Конечно. Прежде всего нужно сдать клинический минимум и получить номерное направление. Сюда они так напрямую могут попасть только если на платный прием? Ну напрямую, да. В диспансере проводится платный прием по субботам, по-моему, раз в месяц. Либо вот по этой строгой маршрутизации. Либо по этой строгой маршрутизации, да. Спасибо за информацию. Очень важная, очень актуальная. Хотите что-то пожелать нашим зрителям? Я хочу пожелать энергии. Почему? Потому что без энергии не будет никакого отменного здоровья, каких-то материальных благ. И самое главное – хранить доброту и любовь в сердце. Спасибо, доктор. Заботой о здоровье каждого жителя края. Наверное, так кратко можно описать цели и задачи социального проекта регионального Минздрава под названием «Приморье за здоровье». Он про то, как постепенно донести до каждого из нас, что лучше не лечиться, но профилактировать. Что простая физкультура и доброжелательный настрой – это уже рабочие инструменты для здоровья и тела, и души. И врачи, участники проекта «Приморье за здоровье» живут так сами и учат этому нас. Ну а сегодня говорят о насущном – как защитить себя и детей от летних опасностей энтеровирусной инфекции. Правда или нет, что летом увеличивается риск возникновения кишечных инфекций? В летний период у нас повышаются цифры с заболеваемостью кишечными инфекциями. Это связано с повышением температур, это является благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры. В связи с этим мы наблюдаем отрицательную динамику заболеваемости. Заразиться можно контактно-бытовым путем, либо водным. Это является основными путями заболевания. Также есть еще воздушно-капельные, но на этот путь передачи приходится малая доля. Естественно, чтобы предотвратить развитие заболевания, нужно выбирать водоемы, которые сертифицированы Роспотребнадзором. На сайтах Роспотребнадзора по каждому региону размещена информация, какие водоемы одобрены для купания, для отдыха. Что касается пищевых продуктов, опять же, это связано с повышением температуры, что мы едем с вами отдыхать на пляже, хранение продуктов в большей части происходит не по условиям хранения, температура завышена, и в связи с этим продукты быстрее приходят в негодность. Расскажите про главные симптомы и осложнение болезни. Проявляется инфекция резким подъемом температуры, острой лихорадкой. Иногда это сыпь, это конъюнктивит, тошнота, рвота, жидкий стул неоднократный. Также может осложнение возникнуть от ангины до менингита. Это два наиболее серьезных осложнения кишечной инфекции, поэтому никогда не стоит легкомысленно относиться даже к минимальным симптомам. При каких проявлениях обязательно нужно обращаться к врачу? Если возникают частые рвотные порывы, если лихорадка, высокая температура, то это тот момент, на который стоит обратить внимание и не надеяться на собственные силы, на собственные знания, а обратиться за квалифицированной помощью. Потому что происходит истощение организма, недостаточной жидкости в организме, человек теряет силы и порой очень сложно восстановить. Особенно в категорию риска попадают дети маленького возраста, они больше всех подвержены, и люди с плохой иммунной системой. Как свести к минимуму риск кишечных инфекций? Это мытье рук до-после туалета, это употребление в пищу только качественной продукции, это употребление бутилированной воды, ни в коем случае не из каких-то сомнительных источников, мытье овощей и фруктах кипяченой водой, либо бутилированной водой, а также не употреблять напитки несобственного производства со льдом. Потому что, как правило, лед замораживают из воды из-под крана. Опять же, летний период – это водоемы, это не пользоваться местами доступными, скажем так, куда проще подойти и обратиться, а выбирать там, где безопасно, где Роспотребнадзор, Центр гигиены и эпидемиологии провел свои исследования. До свидания! Будьте здоровыми и счастливыми! Это была программа «Медицина XXI века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова